Полагаю, ты Фримен? Псс! Возьми гравипушку, Гордон! Хороший пёсик! Хороший пёсик! Хороший пёсик! Хороший пёсик! Хороший пёсик! Хороший пёсик! Итак, подразумевается, что вы смотрели наши прошлые ролики о редакторе Фейспозер И уже умеете создавать простейшие сцены, использующие базовые анимации А ваши NPC умеют говорить Осталось только научить NPC кривлянию и взаимодействию с внешними аутпадс-командами Здесь всё очень просто Создайте новый канал и добавьте на монтажный стол новый тип контейнера Flex-анимацию Тайминги очень важно настраивать так, чтобы они подходили к уже имеющимся аудиофайлам Итак, переходим вниз ко вкладке Flex-анимейшн И дважды кликаем по ней мышью В новом окне перечень доступных мышц, которыми мы можем управлять Чтобы записывать анимацию на каждую из них, для начала их требуется активировать отдельно каждую Если вы не хотите делать ключевые кадры на все мышцы одновременно Но, чтобы узнать, какая конкретно позиция вам необходима Можно безнаказанно покрутить ползунки в верхнем правом окне редактора Вы в любой момент можете сбросить до дефолтных значений положение ползунков Хочу отметить, поворачивать можно не только ползунки мышц лица А и направление взгляда, головы и корпуса NPC Однако, тут могут быть конфликты Если, к примеру, вы укажете взгляд вниз А на монтажном столе будет указано, что NPC должен смотреть на игрока Такие моменты всегда требуется продумывать Если актер в сцене взаимодействует с другими персонажами Итак, вы выбрали, какими мышцами лица хотите поиграть Теперь просто нужно активировать их следующим образом, нажав правый клик мыши После активации нужно раскрыть окошко дабл-кликом мыши Вот Разумеется, можно было сделать все по-другому На нужном временном отрезке просто потянуть ползунок в нужную сторону И вставить ключевой кадр Замечу, на всех ползунках, где есть галочка, будет поставлен этот кадр Иногда это может мешать Тем более, такой метод я не считаю правильным Как же просто и удобно ставить ключевые кадры У этом окошке нужно лишь зажать клавишу контрол и ткнуть курсор в нужном временном положении Теперь, если зажать тот же контрол после выделения ползунка Его можно поднимать, опускать и перемещать в любой временной отрезок вашего контейнера Если вы хотите отредактировать только его высоту, просто левый клик мыши без контрола Если переместить по временной линии просто правый клик мыши, также без контрола Очень просто! Создавать таких ключевых кадров можно много и быстро Но хочу дать важный совет У вашей анимации желательно всегда иметь начальный и конечный кадр, где положение ползунка будет равным дефолтным значением Чтобы при переключении разных флекс-контейнеров, лицо NPC не искажалось в страшных гримасах Да, если вы, к примеру, хотите поднять одну бровь или губу персонажа Можно переключить режим редактирования вот так Создать ключевой кадр и потянуть его в нужную сторону Все достаточно гибко и просто Уверен, вы сможете сделать анимации куда лучше меня, если постараетесь Outputs команды О, это очень простая операция и очень полезная Добавьте объект в Fire Trigger Смотрите, здесь есть 16 сценариев Откуда они взялись? А из Outputs самой Entity Logic Horeographic Scene Которая и воспроизводит вашу сцену на карте Во время проигрыша сцены вы можете попутно запускать новые события, дабы добавить больше интерактивности в свою игру Ничего лишнего и сложного Последнее, о чем сегодня хотелось бы сказать Как зациклить отрезок сцены Адекватно это работает в основном в самом конце сцен Создайте луп В чем соль? В нижней строке нужно указать начальную точку А выше конечную Как бы ни казалось это странным и не интуитивным на первый взгляд Все, теперь если внутри отмеченного отрезка будут файлы, которые не начали Если вы начались до лупа, повторение будет действовать ровно столько раз, сколько вы указали Можно сделать цикл бесконечным А прервать его достаточно просто внешний Output командой других объектов на карте А именно командой Cancel Которая завершит воспроизведение вашей сцены Кстати, ее также можно поставить на паузу и возобновлять Подумайте об этом А на этом ролик подходит к своему завершению Спасибо, что вы терпели мой сумбур и досмотрели до конца Подписывайтесь на наш канал, на наш бусте, если хотите поддержать проект и получать бонусы И удачи, тамодачи!